Ребята, опять привет! Собираем капы, зубы и все амуниции. Тренировки у меня начинаются, поэтому времени выходить, как я и говорил, в эфир будет все меньше и меньше с каждым разом. Сегодня вот две тренировки намечаются. Поэтому потихоньку будем переходить из эфира, из онлайн, в настоящую жизнь, так сказать. Поменьше будем показываться в эфире. Но тем не менее, видео для вас, ребят, буду записывать все время и буду его вывешивать на ютубе. У нас сейчас закончилась тренировка по ударной технике и борцы начинают свою тренировку. С разрешения тренера я даже сегодня минут 10-15 записал разминку тренировки. Вот, поэтому кому будет интересно, посмотрите. На ютубе все будет. Клетку у нас, видите, да, заделали, закрыли. Сейчас там готовятся... Куда, ребята? Все, бегай. До Сантос, До Сантос, Аманда и все-все-все ребята прячут свои наработки за клеткой. Ой, за ширмой в клетке. К следующему бой, ребят, конечно, не готов. Я пробездельничал месяц. Вот. Чуть получше спал. Чуть поспокойнее жилось. Без напрягов в голове это дали. Сейчас потихонечку возвращаемся к своему напряжению. И струнки сейчас будем, знаете, как в гитаре. Потихонечку натягивать, натягивать, натягивать и накручивать. Вот. Это от месяца еще август. Я буду потихонечку втягиваться. То есть у меня будет 7-8 тренировочек в неделю в этом месяце. А со следующего месяца уже их будет, я думаю, это минимум 12-13 в неделю. Потом, я думаю, еще чуть больше добавим. Вот, конечно, формы еще нет, но чувствую пока что себя неплохо. Поэтому будем надеяться, что подойдем хорошенько к нашему делу. Ну, нормально, ребят. У меня сейчас 11 недель до боя. Это как бы хороший срок для человека, который себя не запустил. А я себя не запустил. Я даже как бы кондиции потерял сейчас процентов 30, наверное, 35, не больше. Поэтому как бы у меня все нормально сейчас. Даже если я 40 потерял от своей кондиции, вот, то я их верну за месяц. Для меня самое главное сейчас не получить травму и потихоньку хорошенько входить, чтобы все время было вверх и не было на месте, и самое главное, не было вниз. Любая травма, любая сечка, там, трещины, костяшек, еще, ребер и так далее, это всегда только задержка в развитии, ограничение себя в каких-то кондиционных, физических, технических упражнениях, которые потом чуть-чуть скажутся. Чуть-чуть техника хуже будет, чуть-чуть будет кондиция и так далее. Соперник, ребят, ну, я имя не называю, но везде написали, что Куртис Блейдс, вот, и, в принципе, и те, кто написал так, и все СМИ, они правы. Официально я даже у себя на странице еще пока не могу написать, мой соперник такой, это все утверждено и так далее. Меня настоятельно просят до подписания контракта этого не делать. Поэтому пока контракт не подписан двумя сторонами, этого не делаем. Ребят, почему Джуер, я не знаю, на меня не подписан. Я могу у него спросить, могу не спрашивать, мне как бы не важно, мы с ним очень хорошо общаемся. Я не думаю, что он двуличный парень, как бы в зале одно, говорит, это другое. А так у него есть и администраторы, которые за его страницу отвечают. Я спрашивал, говорят, ребята, там сотни ребят ему пишут и так далее. Мне даже десятки ребят пишут, почему Сантос не отвечает. Говорит, я туда не захожу, говорит, там, ну, говорит, или я новости фотку вывешиваю, либо мой, так сказать, администратор и все, говорит, я не пишу, не отвечаю. А спрашивай, а что ты на меня не подписался, это будет немного попоцанять. Ну, мне все равно. Кейларга уже гонял, даже два раза еще сгоняю, но решили не в Кейларга, а решили сгонять. Еще разок, в Тампу были в Кейларга, в Тампе были, может, еще в Тампу съездим. Ребят, про Хабиба не знаю. Вы сами подумайте, вот вы деретесь, пашете, выступаете и так далее. Вы суперорганизация, самое лучшее в мире. Вам нельзя на чуть-чуть там, даже на какой-то маленький момент ошибаться и делать какие-то такие телодвижения, знаете, которые идут не на пользу делу, а которые идут, как бы, ну, в угоду кому-то. Поэтому, если бы я был боец, там, на месте Фергюсона или еще кого-то, я хочу драться, и мне не дают боев. Говорят, ну, подожди еще месяцок-два, подожди еще месяцок-два, подожди еще, подожди месяцок-два. Вот, и так далее. Я бы сказал, ребят, идите нафиг, либо платите мне деньги, платите мне зарплату, которую я мог бы получить, как бы, подравшись с кем угодно. А у него контракт достаточно нормальный по цене. Там, я не знаю, сколько, 1200 долларов, 300, да. Вот, сказал бы, платите мне 300 штук-баксов, как бы, я подожду еще 2-3 месяца. Вот, а если вы мне не платите, то какого фига я должен ждать? Ну, примерно я бы так рассуждал. Без всяких, эти самые, мне все равно бы с кем-нибудь там драться, знаете, с Хабибом там, или не с Хабибом. Ну, вот, я сейчас был бы там кем-то, если бы кем-то из первых номеров, и мне говорили там, сиди, жди, как бы, много месяцев и так далее. Я уже не раз рассказывал, моя семья живет только за счет моих боев, как бы, у меня есть там сумма какая-то, которой мне хватает ровно до следующего боя, там, на 3-4 месяца. Все, у меня нет других денег, у меня нет бизнеса, нет всего остального. Поэтому, как бы, ребят, извините, мне, блин, нужно кормить семью. Дайте мне любого, го. Я думаю, ему любого и дали, как бы, ну, я же не могу говорить, я не знаю в сторону Хабиба, как бы, что они писали на самом деле UFC. Я не знаю UFC, что они писали Хабибу, поэтому, естественно, я просто выражаю свое мнение, как бойца. Если бы мне не давали боев и не платили бы мне деньги, я бы их посылал и ругался. Вот, ну, я думаю, он так и сказал, как бы, либо дайте мне бой, либо давайте мне деньги. Вот, и ему дали бой, естественно, просто так деньги никто не будет платить. Что думаете о бою Александра Емеляенко? Ничего не думая, Саша очень сильно себя опустил по всем показателям, вот, личным, моральным и так далее, ему сейчас, чтобы реабилитироваться, нужно очень много сделать хороших дел, чтобы все плохие дела, которые он сделал, попытаться хотя бы нивелировать. Хабиб профессиональный. Ребят, я не знаю, как бы, ну, блин, как я могу рассуждать о ком-то. Если я сейчас начну просто так о Хабибе рассуждать, я буду диванный эксперт, так сказать. Не знаю, что там у Хабиба, может, у него там, ну, реально, какие-нибудь травмы серьезные и так далее, он их, о них не рассказывает, для того, чтобы потом соперник им не воспользовался. Может, у него что-то там, не знаю, в семье или в личностных вещах, может, у него там с гормональным штуком что-то. Может, у него моральный сейчас упадок, как бы, он хотел подраться очень, как бы, тогда не смог с весом справиться и так далее, потерял очень психически и так далее, хочет сейчас восстановиться морально. И это я назвал только 3-4 причины, а их может быть сотня, любая из них. Как я могу говорить за Хабиба, как бы, если не знаю, что у него на самом деле? Фух, вот. Поворотали, что у вас 4-й дан по БЖЖ, как вы получили? Нет, у меня нет 4-го дана по БЖЖ. БЖЖ это бразильская джиу-жицу, насколько я понимаю, у меня японская джиу-жица. У меня чего-то джан дан, японская джиу-жица. Беляя, про кепку... Кепка лежит в Москве, к сожалению, ее не отправили. Я тебе напишу потом, почему ее не отправили, и сейчас кого-нибудь найду, кто ее отправит. После этого бой, ребят, давайте я еще подерусь с этим парнем, кабаном молодым, здоровенным, сильным, как бы, потом уже буду думать, с кем еще поговорить. Сигей Владимиров, Харьков, на родину еще не знаю, когда. Реал Барсио-Углона смотреть не буду, не разбираю. В ЭТТ заборол не всех, например, Стива Мока побороть не смог. Вон он такой, в красненькой футболочке. Делает сейчас тренировку борцовскую, проводит. Вот, и его пока еще ни разу не заборол, а он меня мучал от души, так сказать. Ребят, я извиняюсь, мне нужно бежать. Смогу ответить еще на 3-4 небольших вопроса, и все. До пояса, ребят, еще очень долго, и еще я не в тех рейтингах, чтобы об этом задумываться. О поясе. Пока что не в тех рейтингах. Всем спасибо за хорошее пожелание, кто не желает. Ребят, по Хабибу я сейчас сказал, как бы, ну, мнений есть куча. Вот ваш уважаемый парень. Джуньер Ластандас! А-а-а! А-а-а! Мистер Олимпиа! Вот. Мы тут хорошенько потренировались. Мы уже потренировались, а Джуньер только пошел тренироваться. Все проспал. Ребят, я пост стараюсь держать, когда я не готовлюсь к бою. Если у меня идет подготовка, я его не держу. Соответственно, у меня еще началась подготовка. Я, ну, знаю, что с позиции верующего это неправильно, но буду надеяться, что это не самый большой грех, который мне будет... Ну, в общем, вы поняли. Буду надеяться, что это не самый большой грех. После оказанных вещах стараемся чуть быть добропорядочными христианами. Оверима, Оверима. Оверима, мы работали, тренировались много. Кто слышал об этом, помнит, наверное. В принципе, шансы есть, скажем так. Не горшки, не боги, как говорится, лепят, да? Или обжигают. Не, ребят, там, это теоретически, как бы, сложно там рассуждать. Видимо, пока не выйдешь, ничего не поймешь. К часовому поясу, конечно, привык, потому что к часовому поясу привыкаешь. Ну, в Америке примерно за 7 дней полностью пристраиваешься. 6-8 дней. Ребят, добрым людям всего доброго желаю. Я пошел мыться и работать дальше. У меня следующая тренировка через 5 часиков уже. Все, спасибо. С Богом. Алкоголь не употребляю.